Скорбный звон колокола Хатыни отзывается болью в сердцах тех, кто не лишен человечности и понимает, как жестоко и бессердечно ставить во имя собственного цинизма жизни других. Сколько книг, монографий, исторических брошюр посвящены этой теме. Каждая – это особый вклад в сохранение общей памяти, которая должна передаваться из поколения в поколение. Организуя эту встречу, администрация Пушкинского университета постаралась привлечь как можно больше студентов разных факультетов. Тех, кто меньше вовлечен в изучение гуманитарных дисциплин, ввести на свою историю – важно. Главная задача сегодня нам донести до наших обучающихся действительно историческую правду по теме увековечения памяти жертв геноцида белорусского народа и событий, которые произошли в Хатыни. В рамках встреч особое внимание было уделено в целом теме геноцида, насколько остро она стояла в годы Великой Отечественной войны и кто стал жертвами этого жуткого явления. К сожалению, в этот период с карты Беларуси были стерты десятки таких поселений. Просто Хатынь стала их объединяющим символом. И сегодня, говоря о жертвах этой трагедии, вспоминают всех тех, кто был безвинно убит в годы войны. Людям нужно знать правду, особенно молодому поколению, для того, чтобы их не обманывали, для того, чтобы они сами могли сформировать свое мнение объективно о том, что у нас происходило и что у нас происходит, и кто является кем. Работники прокуратуры сегодня продолжают расследование в рамках темы геноцида белорусского народа. Как только эта крупномасштабная деятельность завершится, ее итоги будут обнародованы максимально полно и доступно. Продолжение следует...